Занятием физической культуры в совхозе имени Ленина уделяется большое внимание, но особым образом относится здесь к детскому спорту. В субботу 20 марта в 10 часов утра в физкультурно-оздоровительном комплексе совхоза под управлением «Люби фитнес» стартовали соревнования юных спортсменов по водному полу. «Давно тренируешь?» «Давно тренируешь?» «Да». «Пятый год». «А результаты какие?» «У меня второй разряд получили». Прономерение «Люби фитнес» «Люби фитнес» Дорогие друзья, я готов, чтобы в начале вашего праздника мы с вами поприветствовали наши команды, с которых я вам с удовольствием предоставляю. Спортная команда Люблю Фитнес! Спортная команда гимназии Евгения Максимовича Привыкова и команда Арт Ротова. Дорогие друзья, разрешите вам представить нашего главного судьбил мастер спорта СССР, из её клубка СССР, двухкратный чемпион национальной линии, действующий игрок команды по ладу футболу, Раша Биллис, Гельмутилов и Пахтус. Меня зовут Рифат Гельмутилов. Всю жизнь играю в водный пол. Сынования будут проходить три игры по пять минут по два тайма. То есть 10 минут каждая игра. Здесь они только учатся, они начинают понимать игру. Взрослая водная пола совершенно другая. Поэтому к этому относиться надо как-то праздник. У нас всегда что-то есть лучшее, что-то не лучшее. В данный момент водный пол развивается. И самое главное, что мы хотим играть в него. Так, ну что, дамы и господа, наша площадка уже практически готова к началу наших соревнований. Разрешите вас попросить поприветствовать крупными аплодисментами наших специальных приглашённых гостей. Сын олимпийского чемпиона, обладателя Кубка мира, чемпиона мира, многократного чемпиона СССР по водному полу Владимира Акимова, ведущий в любви, акюртимов, семералов, общественной деятельности, Роман Акимов. Я уверен, что в нашей стране обязательно наступит золотой век водного пола. И желаю всем участникам удачи. И даже если будут поражения, я вам уверенно заявляю, что без поражений не бывает больших побед. Меня зовут Роман Акимов. Это моя дочка Даниэль Акимова. Мы занимаемся в любви фитнес уже год. Нам здесь очень нравится. И дочка стала заниматься по водному полу немножко, как и её великий дедушка, олимпийский чемпион Владимир Акимов. И сегодня нас пригласили как почётных гостей на мероприятие. Сегодня у них первый турнир по водному полу. И дочка немножко даже приняла участие. Благодарю любви фитнес за такое замечательное мероприятие, очень нужное мероприятие. Потому что, как я сегодня сказал, водное поло переживает не самые лучшие времена в нашей стране. Но я надеюсь, что среди этих замечательных детей, которые сегодня играют, будут будущие чемпионы мира, будущие олимпийские чемпионы. Спортсменов поздравил с началом соревнований директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. Ну, если знаете, 20 марта – это Международный день счастья. А счастье для всех, без исключения, это, прежде всего, здоровье и здоровые деньги. Поэтому я желаю вам, прежде всего, день счастья, счастья, здоровья, успехов. Потому что даже если какой-то проигравший будет, то всё равно должен быть счастлив. Мы построили бассейн. И в этом бассейне водный видоспорт. И тут проходили уже соревнования по плаванию. Будут соревнования по, так называемому, плаванию синхронному. Вот теперь водный оборудок. Но это на самом деле такой детский спорт для детей сделать. Потому что всё-таки это не тот размер бассейна, который необходим. Но детям очень интересно заниматься вот такими видами спорта. И вначале именно такой бассейн является самым предпочтимым. Дети показывают, что они за кем-то месяцем освоили водным. Поэтому приглашают всех заниматься водным. За кого болеть пришли? Вы? За своих детей. Альтводер. А вы? Здравствуйте. Я не болею. У меня дочка в группе поддержки наших лапцов. Поэтому всем привет и желаю всем успехов. Мы занимаемся совсем недолго. Два месяца. Поддержим. 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 Очень нравится. Это первый вид спорта, который ему, в принципе, понравился. У нас сегодня в команде участвует. Будем наблюдать, болеть. Сколько занимается? Занимается? Ну, полгода занимается где-то так, наверное. Ну, тут недавно совсем. Да, посмотрим результаты. На его старание. У вас следующий день занимаются? Да, следующий день. Сколько времени занимаются? Вот один год. Нравится ему? Надеюсь, что нравится. Посмотрим, как будет сражаться. 60 участников соревнований построились для приветствия. Прозвучал гимн России. Гимн Российской Федерации. Группа разогрева показала развлекательную программу болельщикам противоборствующих команд. Сегодня девушка выступает вроде чернидеров. И заводит публику, поддерживает команду, для того, чтобы был командный дух. Ваши главные оборудования. Парсин, ему еще и не нужно ходить. Начинаем. Директор «Люби фитнес» рассказала о планах по развитию. Сегодня проводим первый турнир для детей по водному полу. Дети занимаются всего три месяца, поэтому это их маленькие результаты. Мы хотим поддерживать интерес у них в спорту. Для этого и делаем такой вот хороший спортивный праздник. У нас участвуют три команды, девочки и мальчики разных возрастных категорий. И я думаю, что в последующем мы тоже будем проводить такие мероприятия. Не обошлось на этих соревнованиях без травм. Слава богу, что она оказалась несерьезной. И девочка после оказания помощи вернулась в игру. Ну, это не так, чтобы серьезно, но неприятно для участников соревнований. Поэтому мы их подбадриваем. Соревнования завершились награждением участников. Как всегда, отдельные призовые наборы были и от коллектива ЗАО. Для родителей главная задача – это здоровье детей. Если они здоровы, то и родители счастливы, и дети счастливы. И участники, и болельщики получили позитивный эмоциональный заряд. ТВ Совхоз присоединяется к поздравлениям Павла Николаевича. И желает счастья и благодетствия всем нашим зрителям. Мы просим вас поддерживать наш канал. До скорой встречи. Удачи!